Пособие для многодетных семей — это универсальный вид пособия, то есть он без учета доходов, безо всяких условностей, предоставляется только за то, что семья многодетная. Если семья имеет четверо и более детей, то в дифференцированном размере, начиная от 42 500 до 74 000 и выше тысяч тенге, мы назначаем пособие. Пособие ежемесячно выдаются до 18-летнего возраста ребенка, но если дети старше 18 лет обучаются на очном образовании в высших учебных заведениях или в колледжах, то до 23-летнего возраста. Для этого родителям необходимо обязательно предоставить справку с места образования ребенка о том, что ребенок действительно обучается. В сегодняшний день уже почти 369 тысяч многодетных семей у нас уже получили этот вид пособия. Адресная социальная помощь — это только для нуждающихся, это временный вид помощи для лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И АСП, здесь уже есть определенные условия для получения этой помощи, и здесь необходимо отходить от дохода семьи. Если семья имеет среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума, именно регионального, который устанавливается в каждом регионе, это считают органы статистики. На сегодняшний день в среднем по Казахстану это 21 302 тенге. А в каждом регионе он разнится. Если семья имеет вот такой вот среднедушевой доход ниже на каждого члена семьи, то вот эту вот разницу между среднедушевым доходом и вот этим вот критерием, то это и есть размер адресной социальной помощи. Допустим, семья получает заработную плату 100 тысяч тенге. А если у них, ну скажем, родители, четверо детей, то необходимо эту сумму разделить на 6. И вот эту вот разницу между 20... Это я вам в среднем по Казахстану говорю, 21 тысяча, допустим. И вот эту вот разницу между ними, там может быть на семью выйдет где-то 17 тысяч тенге, то выплачивается лишь вот эта разница на каждого члена семьи. Плюс выдается гарантированный социальный пакет на детей. При назначении адресной социальной помощи мы учитываем все виды доходов, получаемые от трудовой деятельности. Это и отпускные, это и премиальные, это и надбавки, и компенсационные выплаты. Кроме того, учитываются пенсии, пособия. За исключением мы не учитываем пособия, это детям-инвалидам, которые выплачиваются пособия. Кроме того, у нас есть многодетные матери, которые награждены подвесками Алтеналка, Кумасалка, и которые получают ежемесячно специальное государственное пособие. Вот это пособие мы не учитываем. Кроме того, мы не учитываем стипендии. Если в семье есть трудоспособные лица, мы им предлагаем трудоустройство. Если они не имеют определенных каких-то навыков или каких-то не имеют квалификаций, специально обученных, то для этих лиц мы также внесли изменения в государственную программу ЕНБЕК, в рамках которого с нового года были сделаны преференции именно для этой категории. Именно малообеспеченные и многодетные они в приоритете. Для них мы предусмотрели, например, безвозмездные гранты и микрокредитование. Если они пожелают начать собственное дело, мы знаем, что у нас одним из условий с нового года, если трудоспособные лица отказываются от предложенных мер активной занятости, им адресная социальная помощь не назначается. Если нет работы, допустим, в селе, но человек хочет заняться предпринимательской деятельностью, открыть свое собственное дело, здесь мы для них предусмотрели микрокредитование, мы снизили процентную ставку до 4%, а срок увеличили до 7 лет. А гранты, они вообще безвозмездно выдаются в размере 200-месячных расчетных показателей. Кроме того, мы предлагаем общественно оплачиваемые работы. В рамках нового формата для каждой семьи, у которой есть дети, предоставляется дополнительный еще гарантированный социальный пакет на каждого ребенка. Гарантированный пакет, мы его распределили на два вида. Это детям продуктовый набор от 1 года до 6 лет, и плюс к нему ежеквартально выдаются товары бытовой химии, которые содержат гигиенические принадлежности. Это может быть там внутри стиральный порошок, мыло, туалетное мыло, детский крем, зубная паста, щетка. Всего 7 видов наименований. Продовольственные товары у нас составлен весь этот перечень с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Оно составлено с учетом потребностей в организме детей, всех недостающих микроэлементов и витаминов, что на сегодняшний день у нас показывают научные исследования, что свыше 50% детей из малообеспеченных семей страдают железодефицитной анемией. Поэтому это полностью не компенсирует всю потребность ребенка, но оно обеспечивает именно те недостающие микроэлементы для подрастающего организма. Что касается детей в возрасте от 6 до 18 лет, то здесь мы им предоставляем горячее бесплатное питание. В школе они будут получать один раз в день на весь период учебного года. будут в год один раз обеспечиваться школьной формой. Это может туда входить для девочек, для мальчиков, он идет отдельно. Это пиджак, рубашка, водолазка и так далее. Это вот 5 предметов наименований. Либо родители могут выбрать спортивную форму. Кроме того, дается пакет из школьных принадлежностей. Туда включаются канцелярские товары, рюкзак. И там точно так же оно делится. Если дети с 1 по 4 класс, от 4 класса и выше, оно тоже делится внутри. Если там для младшего возраста может содержаться альбом для рисования, то для старшего возраста это могут быть уже какие-то общие тетради и так далее. Кроме того, для жителей городской местности предусматривается в рамках этого пакета льготный проезд в школу и обратно. Также президентам было сказано, что необходимо детей обеспечивать медицинскими услугами. Медицинские услуги будут предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках ОСМС, который внедряется с Нового года. Им для этого необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства, предоставить удостоверение личности, свой банковский счет, куда перечислять деньги. И если у них есть дети-студенты, необходимо справку принести. Для получения адресной социальной помощи людям также необходимо обращаться по месту проживания, это в центр занятости, либо, если они проживают в сельской местности, то каким у сельского округа. Они приходят с удостоверением личности, заполняют заявление. В заявлении указывают состав семьи, доходы. При получении отрывного талона они дают свое согласие на обработку всех их персональных данных, не только его, но и всех его членов семьи, что нам позволяет в информационной системе делать запросы на каждого члена семьи по его доходам. В целом на вот эти три направления, пособия многодетным, адресная социальная помощь, гарантированный социальный пакет, мы заложили в бюджете 327 миллиардов тенге. Из них 177 миллиардов это на пособия многодетным семьям, порядка 150 миллиардов это на адресную социальную помощь. И там свыше 20 миллиардов это на гарантированный социальный пакет. Продолжение следует...